Китай Какой Китай вы видели? 9 миллионов 600 тысяч квадратных километров безбрежных просторов или 3 миллиона квадратных километров бурлящих волн? Мир, где сменяются времена года, или музыкальную пьесу, где главную партию исполняют лед и пламень. Оторвавшись от земли, мы взмыли к облакам. Увиденное превзойдет все ожидания. Вы отправитесь в обычные доступные места, увидите изумительные картины, которые доступны только сверху. С высоты птичьего полета даже самые знакомые места выглядят по-другому. От близкого мира до далеких поселений, от природы и географии до культуры и истории. 50-минутное путешествие в воздухе и небывалый опыт начинаются прямо сейчас. Отправляйтесь на прогулку по небу вместе с нами. Земля здесь ценится на вес золота. Каждое здание словно торговая улица. Торговля стремительно развивается не только в Лудзяцуе, но и во всем Шанхае. Финансовый центр этого города создает свою эпоху. Если мы вернемся на 30 лет назад, то увидим здесь пустое поле. По счастливой случайности, эта земля влилась в стремительное развитие Шанхая, и Пудун стал новым местом, где строятся мечты. К современному Шанхаю не чуждо традиционное сватовство. В мире детства звучат радостные песни, а животные ликуют в королевстве зверей. Чудесные путешествия по Шанхаю неисчерпаемы. Народная площадь – это общепризнанный центр Шанхая. Здесь сочетаются самые разные пейзажи. В центре площади с достоинством возвышаются важные здания. В парке неподалеку от площади вот уже два поколения каждые выходные свершаются важные в жизни дела – смотрины. Но истинные действующие лица не выходят на сцену. Родители играют роль свах. На раскрытом зонте наклеивают брачное объявление, на котором перечисляют профессию, рост, доход и даже критерии выбора спутника жизни. Каждый зонтик надеется, что ему посчастливится прежде всех. По пути к югу нам встречается парк, в котором кипит веселье. Спустя 60 лет после рождения Диснейленда сказочный замок появился и в Шанхае. В парке возвышается самый высокий в мире Диснеевский замок, прототипом которого является немецкий замок Нойшванштайн. Но на верхушке установлен пион – любимый цветок китайцев. Было потрачено 34 миллиарда юаней, чтобы туристы могли своими глазами увидеть и прочувствовать символ Диснея. Парк возле замка разбит согласно традициям китайских садов. Несмотря на свою всемирную известность, Дисней никогда не забывает уважать обычаи хозяев. Недалеко от Диснейленда обитают животные с пяти материков. Неудивительно, что это место прозвали «Объединенные нации животных». Нас тут же встречает сокровище Австралии – исполинский кенгуру. К летательному аппарату кенгуру проявляет горячий интерес. Африканский сурикат выглядит смущенным и любопытным. Темные пятна над глазами – это природные солнцезащитные очки. Они могут смотреть в небо и не терять чёткость зрения даже при самом ярком солнце. Не все пингвины обитают на холодном южном полюсе. Магеллановы пингвины – родом с умеренного пояса. Эти пингвины прибыли с другой половины земного шара – Южной Америки. Сейчас мы отправимся навестить ещё одних гостей, прибывших издалека – фламинго. Птицы с розовым оперением называются фламинго-обыкновенные. А птицы с красными перьями – кубинские. На самом деле, красный цвет не является естественным цветом оперения фламинго. Они из пищи получают пигменты, которые расщепляются на красные и оранжевые гранулы и откладываются в теле. Поэтому фламинго облачаются в красивые одежды. В парке живёт огромная медвежья семья. Тот, что носит рубашку с V-образным воротником – малайский медведь. А тот, что пританцовывает – бурый. Эти новые поселенцы, прибывшие из разных стран, не только мирно живут вместе, но у них есть и общее увлечение. Чтобы добыть лакомства, они вместе лазают по деревьям и забираются на машины. Поэтому можно сказать, что они местные проказники. В лесистой местности на южном берегу реки Хуанпу живут похожие на оленят животные. О них говорят в поговорке «голова безрогого оленя и крыси глаза», когда хотят описать безобразного и плутоватого человека. Но нельзя судить по внешности. На самом деле кабарги трусливы и не воинственны. Лучше всего они умеют прятаться в роще. Сто лет назад кабарги исчезли с шанхайской земли. В 2007 году более 20 особей было ввезено в Шанхай из других районов. Сейчас это стадо разрослось до 300 с лишним особей. Никто не может отвергнуть нестареющий город. Шанхай – город, полный жизненных сил. В нем люди забывают о старении. Поднятые паруса не обязательно означают дальнее плавание. На озере Дяньшаньху, в западном пригороде Шанхая, один за другим отчаливают любители ходить под парусом. Даже самая обычная беговая дорожка может засиять яркими красками. Радость этого города окрашена в различные цвета. Болельщики криками поддерживают свои команды и наслаждаются яростной борьбой на траве шанхайского стадиона. И совсем не важно, победит команда или проиграет. Когда зажигаются огни, Шанхай раскрывает все свое очарование. За каждым световым пучком таится история. Более 20 миллионов человек хотят осуществить здесь свои мечты. Скопление талантов, мощь развития градостроения. Взбудораженные умы и совместное использование ресурсов порождают истинный ослепительный блеск этого города. На последнем отрезке пути мы прочувствуем поэтичность и высокие устремления Шанхая. На острове, который вскормил вереницы жизней, мы исследуем зарождающуюся научно-техническую мощь. Ощутим потрясающую китайскую скорость. Мы увидим сверхпроект и изучим его перспективы слияния с миром. На пути нам неожиданно встретился этот тихий уголок. Остров Чунмин расположен в устье реки Янзы. До центра Шанхая более 40 километров. Янзы илом и песком намыло этот остров почти на 5 метров, выступающий из воды. За последние 1300 лет он никогда не прекращал расти. И в наши дни остров продолжает расти в сторону Восточно-Китайского моря со скоростью 200 метров в год. В восточной части острова к морю примыкают водноболотные угодья Дунтань. Летом здесь царит спокойная пора. К концу осени это место превращается в загруженный транспортный узел. Десятки тысяч перелетных птиц прилетают сюда на зимовку. Американские лебеди, мигрирующие мощным потоком, обладают крепкой волей. Они начинают свой путь в далекой Сибири и каждый день пролетают почти тысячу километров. Как и в знакомых нам описаниях, лебеди для экономии энергии используют попутный ветер. Летят то клином, то шеренгой. Кажется, практичность стала причиной этого классического строя. Распрощавшись с лебедями, мы продолжаем следовать за поступью Шанхая. Это здание называют «здание-самолет». С высоты сразу ясно, почему оно получило такое название. 28 января 1932 года в первом шанхайском сражении японские бомбардировщики нанесли тяжелый урон городу. И народ пожелал, чтобы Китай стал мощной авиадержавой. Год спустя люди собрали 100 тысяч юаней и построили это здание. Здесь зародилось воздухоплавание, которое было призвано спасти Китай. Мы летим на запад и достигаем самого большого центра сборки самолетов гражданской авиации. Это первый самостоятельно разработанный Китаем региональный реактивный пассажирский самолет. Сейчас он находится на стадии окончательной сборки. В 2017 году этот самолет будет доставлен в авиакомпанию Чинду и запущен в эксплуатацию. За стенами заводских корпусов самолет Си-919 кажется еще больше. Этот самолет также был спроектирован и построен Китаем самостоятельно. Все самолеты, на которых мы летали до этого, изготовлены компаниями Boeing и Aerovus. Си-919 своим появлением разрушит монополию. Мы летим по направлению к западному пригороду на гору Шишань высотой 100 метров над уровнем моря. Это самая большая природная возвышенность в Шанхае. На этой незначительной высоте ученые исследуют возможности расширения человеческого зрения. 117 лет назад на горе Шишань французы построили обсерваторию и возвели первый в Китае крупногабаритный астрономический телескоп. Древний Восток впервые устремил взгляд в космическую бездну. В наши дни у подножия горы Тяньма неподалеку отсюда работает самый большой в Азии радиотелескоп. Он принимает радиосигналы из космоса и помогает человечеству ощутить небесные тела в 10 миллиардах световых лет отсюда. Телескоп Тяньма скоординирован с пятью телескопами в Пекине, Синьдяне и других местах, чтобы указывать путь лунному зонду Чанье-3 и помогать ему аккуратно прилуниться. Мы пролетаем над Восточно-Китайским морем. По этому мосту мы сможем пересечь море. Это второй по длине мост в мире. Его извилистая форма позволяет смягчить лобовую атаку морского течения, которой он подвергается на расстоянии 32 километров. Этот мост ведет к острову Сяо-Яншань, на котором расположен контейнерный порт мирового класса. Глубина акватории порта Яншань достигает 16 метров. Даже самый крупный современный контейнеровоз сможет войти в порт. Длина этого судна контейнеровоза экстракласса приблизительно равна 400 метрам. Оно может перевести 14 тысяч стандартных контейнеров. Если поставить эти контейнеры друг на друга, то их высота в три раза превысит высоту Джамалунгмы. ежедневно 45 тысяч контейнеров проходят через порт Яншань. Но этот порт лишь часть цепи портов Шанхая. Годовая пропускная способность шанхайского порта составляет одну десятую от мировой. И если с высоты смотреть на порт Яншань, то становится ясно, почему Шанхай отважился стать мировым лидером. Шанхай процветает благодаря реке, которая ведет к морю. За последние сто с лишним лет Шанхай из небольшого причала превратился в огромный порт. Шанхай строит самые смелые мечты о будущем и воплощает их, руководствуясь реальными возможностями. воплощает